Нам поступили тревожные новости с заимки Лыковых. Дело в том, что сейчас в горах, где находится заимка, наблюдается обильный паводок. Причиной этого паводка служит тот снег, который мы наблюдали, будучи в апреле месяце на заимке. И все это время он не таял, было холодно. И в последнее время в тайге началась жара. Температура доходила до 35 градусов. Это вызвало резкое таяние снега, которого в этом году накопилось очень много в горах. И река вышла из берегов. В предыдущие годы тоже случались паводки в горах. Это был 2014 год, это был 2018 год. После них, надо сказать, река совершенно теряла свой прежний облик. Берега были все разрушены. Такое было впечатление, что там случилась какая-то катастрофа. Но паводка такого масштаба, как в этот раз, на заимке еще не наблюдалась. Река вышла из берегов. И в то же время те края берегов, которые были, они мгновенно срезаются, слизываются большой водой. Деревья, как спички, несет по реке, по воде. И те постройки, которые находились чуть ниже от заимки, это изба Ерофея, который жил там на протяжении многих лет. И сарай их уже смыло водой. 8 числа смыло сарай. И изба стояла уже на краю нового берега. И 9 числа, как сказала Агафья Карповна, она утром вышла, уже не было избы. Видно, подмыло берег так, что избу тоже унесло. Вместе с сараем унесло весь инвентарь, который был на заимке. Это колуны, которыми студенты кололи дрова, бензопилы, генератор, циркулярная пила, прочий инструмент, бензопомпа, который тушили, в том числе пожар, который был несколько лет назад. Помощник, который приехал в конце мая помочь с посадками, успешно справился, все, что могли, посадили на тот момент. Но при этом земля оставалась не совсем прогретая, как сказала Агафья, была еще мерзлая. Но, тем не менее, неделю он там провел и успешно успел уйти с заимки еще до паводка. И можно сказать, что сразу после его ухода началась жара и началось резкое таяние снегов. По информации заимки, сейчас наблюдаются перебои с чистой водой, то есть вода идет мутная. Достать ее крайне тяжело, потому что берега подмыло, они теперь стали обрывистыми. Очень тяжело таскать воду козам. Также по информации заимки, повалило ветром, были сильные ветра и повалило очень много деревьев. К сожалению, сейчас нет возможности добраться до заимки, оказать какую-либо помощь, потому что вода разлилась и вертолету сейчас негде сесть. Также нельзя пройти по воде снизу, поскольку вода сейчас большая, по ней несет бревна. Соответственно, мы поддерживаем связь через заповедник, через Николая Седова, это крестник Агафья Карповна, от которого, собственно говоря, и получаем последнюю информацию. Соответственно, будем ждать новостей, заимки, и будем ждать, когда вода спадет, дабы понимать, может ли прилететь вертолет. Также планируется наша экспедиция плановая. В середине августа этого года студенты приедут для того, чтобы помочь подготовиться к зимнему сезону. Субтитры создавал DimaTorzok